Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости канала! Приветствую вас всех! Сегодня хочу поговорить о важности осенних подкормок. В осенней подкормке нуждаются все растения. Все растения, которые у нас в саду, и цветущие растения, и плодовые, всем им нужны осенние подкормки. Чтобы и на следующий год на гортензе были такие же чудесные, прекрасные соцветия, как сейчас, я подкармливаю гортензии готовыми осенними комплексами. Просто это осеннее универсальное удобрение. Они бывают буйские, фертика, любые. На большие кусты я даю 2 столовые ложки осеннего удобрения. Насыпаю в приствольный круг, чуть-чуть быстренько прохожусь грабельками. Приствольные круги гортензии замульчированы торфом, поэтому очень удобно быстренько рассыпать по приствольному кругу удобрения, пройтись граблями и оставить. Я всегда смотрю, какой прогноз погоды. Если впереди ожидаются дожди, оставляю, как есть. А если в ближайшие, допустим, неделю нет дождей, то беру лейку или на шланг, или шланг, и начинаю поливать приствольные круги гортензии. Потому что если почва будет сухая, то, естественно, удобрения не растворятся, и никаких полезных элементов питания наша гортензия не получит. Но вот если у вас почва нейтральная или слабощелочная, я бы порекомендовала дать суперфосфат с сульфатом калия. Это более кислые удобрения для того, чтобы гортензия лучше розовела. Дать 2 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия. Это для нейтральных и слабощелочных почв. Точно так же насыпаете в приствольный круг, немножко заделываете в землю и поливаете. И на этом подготовка гортензии к зиме. То есть такая питательная подготовка к зиме у гортензии окончена. Такие подкормки даются всем видам гортензии. Без исключения и древовидным, и метельчатым, и пильчатым, и крупнолистным. Для всех гортензий питание одинаковое. Важно это сделать за 3-4 недели до наступления холодов. Все удобрения растениям я даю в сухом виде. В саду их очень много, и поэтому я никаких поливов с удобрениями себе не позволяю. Это занимает очень много времени. Поэтому все они, все растения в саду получают только удобрения в сухом виде, в приствольный круг. И форзицы, и вигелы, все, что есть в саду, все они получают осеннюю подкормку готовым осенним комплексом. То есть я покупаю большие упаковки по 5 килограмм, обхожу все свои кустарники. На инструкциях к удобрениям написано, это где-то около 25-30 грамм на квадратный метр. 25-30 грамм – это 2 столовые ложки. Если все растения в саду получают готовое универсальное осеннее удобрение, то розы нет. Розам даю осеннюю подкормку монофосфатом калия. Монофосфат калия очень легко растворяется в воде. Это практически, если бы мы взяли с вами обычную столовую соль и насыпали в воду, она растворилась. Точно так же и монофосфат калия. Подготовку роз к зиме я еще начала в августе. Все розы уже однократно получали калийно-фосфорные удобрения для того, чтобы побеги у них вызрели. И сейчас вот я даю им вторую подкормку калийно-фосфорным удобрением. Это монофосфат калия. Перед вами плетистая роза Флорентина. Посмотрите, сколько на ней боковых побегов. Вот то, что боковые побеги дозреют, я очень сомневаюсь. Сегодня всем розам дам монофосфат. На каждый куст розы по 2 чайные ложки. В чайные ложки где-то около 6 грамм монофосфата калия. Посыпаете в приствольный круг, оставляете. Я не заделываю монофосфат калия в землю. Просто сыплю приствольные круги и оставляю. Пойдет дождь, монофосфат растворится и роза усвоит. Но если вот дожди не ожидается и сухая осенняя погода, конечно, лучше взять шланг и лилейку и полить все приствольные круги у роз. Даже если их много. И следующий раз я подкормлю свои розы монофосфатом калия. Это где-то в конце сентября. Сегодня 9 число и конец сентября как раз пройдет 20 дней. Конечно, хочется, чтобы побеги у роз были одревесневшими к наступлению розов. А особенно мне хочется сохранить много побегов на плетистых розах. С чайно-гибридными все очень просто. Их мы просто обрежем. До свидания, дорогие друзья. Побегу трудиться. Сегодня предстоит большая работа. По возможности хочу сегодня всем своим растениям дать осеннюю подкормку. И розы тоже не исключение. На это уходит достаточно много времени. До свидания. До новых встреч.